Привет всем, дорогие друзья! Я тут заметил, что давненько уже не снимал видео по моддингу нашей любимой GTA San Andreas. В последнее время я как-то отхожу от этой темы, и она меня уже не так сильно привлекает, поэтому просто хочу поделиться с вами некоторым опытом, чтобы... ну, другие юные таланты использовали его в своих целях. Так, и сегодня мы рассмотрим конвертацию автомобилей из NFS Shits 2 в непосредственно саму нашу GTA San Andreas. Что я хочу сказать? Ну, разумеется, нам потребуется установленная игра. The Modeler 2.2.5 Build 990, Quick BMS. Так, и что нам еще потребуется? Ну, пока вроде все. Ссылки на все это будут под видео в описании. Так. Начнем. Так, Quick BMS у меня лежит здесь. Вот, по ссылке вы скачаете вот такой вот архивчик. Распаковывайте его в любую удобную для вас место. У меня это вот здесь. Ну, черт, я подвери. Вот так. Отлично. Это программа распаковывается архивы с автомобилями. Так, ну, так, минуточку. Вот здесь 64 есть тест. Это, разумеется, для 64-битной системы. Ну, а просто Quick BMS для 32-битной. Ну, у меня 64-битная, поэтому я выбираю его. Так, дальше. Select the BMS Script. Вот плагин to use. Нам нужно выбрать плагин, который мы будем использовать. Вот он уже в архиве с программой лежит. NFS-shift.bms. Открываем его. Так, дальше нам нужно выбрать уже сам файл с машиной. А теперь насчет машины. Есть очень один хороший сайт. ИГЦД. Да, вот он. Открывайся быстрее. Там можно найти карлист абсолютно любой игры. Причем даже иногда с реальными названиями. Допустим, если в какой-нибудь игре, типа там Hot Wheels, там старый какой-нибудь, машины просто обозначены там как бурундук, там собака с полосками и все такое, то здесь, на этом сайте, можно будет найти, как реальное название этой машины. То есть название этой машины, которая послужила прототипом для игры. Так, вводим в поиск Shift. Я уже вводил, потому что я пытался хотя бы немного подготовиться к записи урока. Вот здесь Shift 2 лишит. Открываем. И вот здесь прямо у нас с картиночками весь карлист. Так, 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 так. Короче, выбираем любое, что бросается в глаза, нравится. У каждого вкусы разные. И мне кажется, что я возьму вот этого вот красавца. Nissan Skyline, МК3, 71-го года. В сети я вроде подобное уже видел, но, насколько я помню, он был четырехдверный. А может быть и не четырехдверный, но все равно. По крайней мере, вот в таком вот обвесе я его еще ни разу не видал. Ладно. Хватит слов. Так, Program Files. Находим нашу папку с игрой, с NFS Shift. Так, дальше. Заходим в Pack Files. Vehicles. Ну и здесь, как вы видите, название всех автомобилей и BFF. Так. Нам потребуется распаковать каждый BFF, относящийся к машине. Вот есть здесь, например, Honda Civic. Просто Civic. Потом ее салон VHQ. Потом эти бодикиты для нее. Тут я смотрю, их очень даже много. Так, а нам надо Nissan, да? Вот он, Scanline. Вот это вот 2000GTR, это который вот этот стоит. А вот этот рядом в обвесе. Он, по-моему, вот этот, SH. Ага. Но у нас здесь других обвесов на него нет, поэтому нам тут совсем маленько распаковать. Ливери это покрасочная работа, насколько я помню. Ну, копыт я уже объяснял. Так, ладно, открываем. Так, а теперь выбираем папочку, куда все это дело сохранить. Так, я сохраню ее в свою папку с 3D-моделями. Так, вначале перепишу циферку 1, чтобы папка была вверху и ее было легко находить. Shift, епты. Ок. Заходим в нее, нажимаем сохранить. Так, ну, дело пошло. Нажмите Enter для выхода. Так, ладно. Запускаем еще раз. Так, опять выбираем этот плагин. Теперь уже выбираем HQ-салон. Ну, вы можете, конечно, не конвертить HQ-салоном, но как бы в сети появилось уже гигантское множество моделей из Forza, там, с HQ-салоном и все такое. Поэтому, если у вас будет лоуполен салон, немного смахивающий на стандартный из GTA San Andreas, то вряд ли ваша модель будет пользоваться большим успехом. Так, заходим в HQ-салон. Находим то, что у нас тут был уже. Не сам 2000-й. Так, вот он, копки открываем. Ну, и как и в предыдущем случае, выбираем папочку, где все это дело сохранить. Прям вот сюда заходим. Так. Так, здесь написано заменить. Ну, то есть, некоторые файлы уже существуют. Ну, я, короче, напишу all. Все, и у меня там пойдет дело. Ну, и последний. Так, 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 так. Снова убираем скрипт. Нам нужно распаковать покрасочные работы. Ой, не туда. Блин. Даже подвисло немного. Что-то я перелистал. Задумался я что-то. Так, вот мы покрасочные работы. Выбираем папочку и сохранение, опять же. И на модель, так вот, все наше сохранить. Так, а теперь один важный момент. Нам нужно распаковать еще один файл, в котором лежат общие текстуры для моделей из шифта. Там, допустим, к этим текстурам относятся, ну, карпет, там, кожа какая-нибудь и все такое. В основном они идут для салона машины. Поэтому мы снова выбираем этот чертов плагин. Я задолбался уже в папку бегать, искать его. Так, вот он. Так. Идем опять же в папочку с игрой, с шифтом. Так, файл, так, вот. Common Vehicle Textures.bff Вот этот файлик нам нужно распаковать. И распаковываем мы его опять в ту же папочку, что и нашу модель. Ух, как много текстур. Но нам из них потребуются, конечно же, не все. Тем более здесь еще нормальный спекуляр. Они пригодятся только если в GTA 4 конвертить будем. Но мы, конечно же, с андрес рассматриваем. Так, дальше у нас вот уже есть TheModler 22.5 Build 990. Запускаем его. Ну вот, как-то так он выглядит. Надеюсь, те, кто смотрит этот урок, не в первый раз заходят в эту программу. Так, нажимаем файл, импорт. Идем в нашу папочку. Шрифт, ёпты. Так, открываем папку Vehicles. Вот у Nissan Scamina.2000.gr. Так, и нажимаем, короче, вот здесь есть два BML файла. Один это Cockpit, ну как HVU салон. А другой сама модель с лоупольным салоном. Вот здесь еще написано Unpacked. D-Shift. Нам нужно здесь указать свою папочку, куда мы извлекали модель. Чтобы текстуры уже автоматических моделей применились. И нам не нужно было на каждый материал по новой все это накидывать. Так, указываем Shift-Ёпты. Ну это в моем случае Shift-Ёпты. И импортируем. Пожалуйста. Моделька перед нами. Включу 3D-вид. Ну не обращайте пока внимания, что она темненькая. Вот еще свет от фар. Сейчас мы уберем у нее лишнее и сохраним ее. А вот, кстати, его упольный салончик. Ну, не знаю, может кому-то ему понравится, или кому-то будет просто лень очки пихать. Ну там, делов-то, блин, на 2 минуты. Так, включаем, видишь, перспективы. Так, чтобы удалить вот эти вот блямбы, как свет для фар, они нам в ВТА не потребуются. Мы берем модель фиделит вот здесь. Щелк, щелк, готово. Кот, не мешай мне. Черт побери. Вот у нас открылась здоровенная страшная такая иерархия. Особенно для новичка она страшная, я думаю. Пока мы не будем в нее смотреть. У нас здесь есть все, что нужно. А, кстати, если вы будете открывать машину с боди-китами, то у вас они, как все, сразу откроются. Там просто сами лишнее удалите, я дальше покажу, как это делать. Так, ладно, вот у нас материалы, вот они все, все уже наложено. Все текстурки наложились, отлично. Так вот, файл сохранить как? То есть, save as. Так, ну и сохраняем в shift, ёпты, например. BlaBla.Z3D, вот оно, save. Вот и все. Потом в следующий раз просто запустим замодлер отдельно, потом файл. Open и открываем вот эту лабуду. Отлично. Так, теперь таким же методом импортируем сам салон. Он у нас вот, копит в mbml. Так, здесь папочка уже указана, все отлично, импортируем. Так, ну здесь тоже, конечно же, надо некоторые части удалить. Такая хрена сделана для, как бы, для виду из салона. Вот когда вид в салоне в shift отключается, там автоматически сама игра подключает именно вот этот вот качественный салон. И мы можем наблюдать капот. Поэтому он здесь хорошо проработан, а вот это все остальное херня. Так, ну нам он не нужен. Мы его можем удалить. Так, вот это удаляем. Так, вот тут читает, черт знает. Ну да, тоже удалим. Это тоже. И это тоже. Так. Там еще, по-моему, надо будет удалить дворники, поскольку они у нас уже есть. Но я думаю, лучше удалить те, которые у нас есть, и оставить эти, потому что они по-любому более детализированы. Я помогу, какая нахрен разница, какие дворники. Это всего лишь маленькие черные палочки. Ладно, сейчас не об этом. Сохраняем его как... Бла-бла, салон, чек. Вот так. Ну вот мы распаковали модель, импортировали ее в The Modeler. На этом, я думаю, первую часть урока можно закончить. Подписывайтесь на канал, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там ждите новые видео, все такое. Ну, может, не обязательно подписываться просто раз в неделю заходите ко мне и проверяйте. Ладно. Удачи!